Всем привет! Сегодня я к вам с своей косметичкой месяца. Давайте же поскорее приступать, будет много чего интересного. Начнем уже с моего фаворита. Это Милани рассыпчатая пудра в 01 оттенке. Очень хорошо ложится без маски на лицо и хорошо закрепляет даже бюджетные тональные крема. Мне безумно понравилась, хоть она не бюджетная, но супер. Также мне на осень очень нравится Милани оттенок 14 румян. Он такой немножко темноват, но поскольку кожа загорелая, то вот этот оттенок ложится очень даже красиво. Далее у нас будут тональные крема. У меня будут два. Один от Миша с SPF 42 в оттенке 23. Я сейчас хочу добавить кислотный тоник в свой уход, поэтому SPF для меня очень важен. Но это лучший легкий тональный, ну, с таких как BBCC, с тех, что я пробовала. Действительно никакой маски идеально, весь день держится на лице. Очень рекомендую, я буду 100% повторять. Просто сейчас много чего, что хочу еще попробовать. Очень мне также нравится для всех типов кожи Affinitone от Maybelline. В принципе, с этой пудрой держится неплохо. Конечно, очень проигрывает BB креме от Миша, но и стоит он в разы дешевле. Так на каждый день имеет место быть, но если его выбирать, то лично я могу порекомендовать от Миша. Для бровок один продукт, но очень крутой, Бровдрама от Maybelline в оттенке Medium Brown. Хорошо фиксирует бровы, хорошо их прокрашивает. Пока что мой фаворит для бровей. Также для скульптурирования лица от Lamelle в оттенке Taup вот такие вот румяна. Видите, они немножко крошатся, но это идеальный оттенок для того, чтобы именно скульптурировать лицо. Две туши, которые я хочу хорошо протестировать. Обе от Maybelline. Одна с такой щеточкой, вторая тоже с такой натуральной. Обе хорошо прокрашивают ресницы, хорошо на них держатся, не осыпаются, делают удлинение и объем. Туши от Maybelline, думаю, в особом представлении не нуждаются. Очень мне нравится. Я его уже супер распробовала. Вот такой вот консилер от Avaline. Стоит супербюджетно. С минусов его то, что есть особенно на стенонесение. Его можно наносить только пальцем. Только пальцем он под глазки ложится идеально. Он как бы хорошо все перекрывает, хорошо выглядит. Но кисточкой или спонжиком так не ложится. Но за свои деньги 15 мл просто шикарный консилер, который использую каждый день. Далее я хочу поиграться вот с таким вот продуктом. Три в одном. Это и для губ, и для щек, и как хайлайтер. Выглядит как такие яркие тени. Не знаю точно, куда, как буду наносить. Но будем в этом месяце пробовать где-то во влоге с вами сделать такое видео макияж. Дальше база под тени у меня по-прежнему NYX HD. Мне нравится, неплохая. Если вы знаете из бюджетных или не бюджетных баз, какие-то классные, крутые, пишите мне. Обязательно попробую. Для губ у меня блеск от Avaline. Оттенок 358. Блески я обожаю. Постоянно ими пользуюсь. Такой нюдовый, красивый. Это кроме тех, кто и у меня где-то по сумочкам. Они у меня постоянно в косметичках. Три карандашика. LN09. Я вам рассказывала, что это супер бюджетные мягкие карандашики, которые я могу посоветовать. LN02. Здесь, как вы видите, нюдовые. Красивые карандаши, которые легко наносятся. Имеют мягкий грифель. И при этом стоят копейки. Мое открытие Calyps. В оттенке Candy Shop. Просто идеальный нюд. Это у меня дуэт вместе с вот такой вот помадой. Это шел наборчик. Вместе смотрится безумно красиво. Правда, только один раз наносила. В этом месяце хорошо их протестирую. Но на первый взгляд, что оттенок, что приятность на губах супер. Мне нравится. Дальше такая повседневная помадка от Sheryl в оттенке 110. Она, конечно, очень шиммерная. Но на осень как раз то, что надо. Небольшое недоразумение от Mark. Latte, вот так как-то называется оттенок. В каталоге он красивый. В реалии он супер выбеливает губы. Только если какой-то карандашик вот такой потемнее на все губы. И сверху вот эту помадку. Далее у меня Malva. Оттенок 03. Очень сушит губы. Очень их стягивает. Но красивый оттенок, который держится просто невероятно долго за свою стоимость. И от Lamelle. Insta Girl серии. Оттенок 102. Ну, это обычная помада. Не матовая, которая недолго держится. Но имеет хороший формат. И такой красивый, как бы нюдовый оттенок. Который вполне носибельный. Кинуть в косметичку и носить. Последний шанс даю от Evroche вот такому золотистому карандашику. Он супер золотой. Пока никак не могу себе не сделать никакой макияж. Так, и по палетках. Первая моя любовь. Вот здесь я. Faberlic. 5621. Запеченные тени. У меня в изумрудных оттенках. Обожаю эти оттенки на осень. Сейчас вам нанесу просто сухой рукой. Если наносить влажной, то это вообще что-то невероятное. Тени невероятного качества. Конечно, они все такие блестящие. Но макияж с ними получается очень интересный. Надолго хватает. Если кто-то где-то увидит от Faberlic. Там разные оттенки. Печи четверки могу порекомендовать от всей души. Дальше моя неизменная палетка на осень от Faberlic. Вот так она выглядит. Она в зеленых оттенках. Вот этот зеленый с оранжевым. Они просто безумно красиво тушуются. И получается очень приятный такой макияжик. У меня есть с ними отдельное видео. Тени тоже просто невероятного качества. Пока что я в восторге. Один раз пробовала палетка от Fibo Natural. Вот так выглядит. Она выглядит, конечно, очень так носибельно. Для дневного варианта. Как вы видите, здесь матовые для складки. Такие более шиммерные на все веко. Можно сделать на любой вкус. От вечернего до дневного макияжа. Именно натуральные варианты макияжей. Я в восторге пока. Ну за 105 гривен это вообще находка с находок. Палетка, которую буду пробовать первый раз в этом месяце. Это L'Oreal. Вот так выглядит. Здесь невероятный космический синий. Ну и к нему в дополнение другие такие вот оттенки, которые, вот видите, это просто фантастика. На осень то, что надо. Можно сделать какой-то суперинтересный синий смоки. Если вы хотите от меня макияж с этой палеткой и моими какими-то еще новинками, пишите. С удовольствием сниму. И хочу хорошо протестить вот такие палетки от марки Этуал. Это рефилы. У меня три оттенка. Оттенок 36. Стоит 20 гривен. Так, секунду. Нужно хорошо повыстерять руки, потому что вот эти тени хочу вам показать. Потому что за ту стоимость, что стоит Этуал, это находка. Так, 36 оттенок. Смотрим, какая пигментация какая. Хорошо подобраны, как вы видите, двушки. Можно прям такой двушкой сделать макияж. Так. Следующий оттенок 41. Он идет уже серебряно-зеленый. Тут уже, конечно, эта палетка просит каких-то дополнений. Это для смоки Айс. Ну, девочки, посмотрите на это. Посмотрите на эту пигментацию за 26 гривен. Если вы хотите просто один раз делать смоки зеленые, вот такой изумрудный. Можно просто взять вот такую палетку. Потому что, ну, каждый день мы с такими смоки ходить не можем. Это нужно прям какую-то особенную работу иметь, чтобы так ходить. И последний оттенок у меня оттенок 40. Тоже такой серебристый здесь. И голубой. Тоже, чтобы где-то поэкспериментировать. В принципе, на осень куда-то добавить можно. Вот такая у меня косметичка в этом месяце. Если вам понравилось, с вас палочек вверх. Подписывайтесь. А вам всем спасибо за внимание. Не забудьте написать, хотите ли вы видео болталку, макияж. С какими-то продуктами. С какими конкретно. На этом прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok